Здоровья вам, дорогие друзья! Устраивайтесь поудобнее. Большое вам, кстати, спасибо за полезные советы, которые вы давали в предыдущих сериях. Был такой момент, что некоторым могло показаться, что я эти советы не беру на вооружение, но на самом деле часть серии до 40-ой была предзаписана. Поэтому, ну, определенно прошло две недели с тех пор, как я последний раз садился за запорожскую компанию, за запорожскую сечь. И сейчас буду трясти головой, вспоминать, что тут и как делать. После Хасакавской компании в моей игре за Японию, в моей сетевой баталии, конечно же, немного непривычно возвращаться к Запорожью, привыкать к тому, что здесь у меня все гораздо лучше и легче. Я, может быть, даже проспойлерю, так как эта серия выйдет, записываю я ее сегодня, выйдет она завтра, Запорожье. А серии Хасакавской компании некоторые вы еще не видели. Так вот, там будет все жутко, жутко сложно. У меня не будет рекрутов, у меня не будет очков для повышения технологий, у меня будет риск восстаний, против меня будет воевать Корея, и будет воевать Япония, в общем, все против на меня ополчатся. Очень тяжело будет отстоять свои территории, убьют мне флот. Это будет жесть. Это будет жесть и... Куча займов, в районе 43 займов мне придется взять. Большая инфляция, стану на грань банкротств, в общем, испытаю все круги ада. И по сравнению с этой компанией, конечно же, игра за Запорожскую сечь, это как вольготная прогулка, когда тебе удобно, комфортно, когда перед тобой очень много выбора. И знаете, глупому человеку ему всегда легче, когда выбора мало или его практически нет. Вот, к примеру, компания Захасака, какой выбор? Просто действуешь так, чтобы реагировать на ситуацию. Ситуация диктует твой выбор. Тебе плохо, у тебя все отбирают, у тебя ничего нет, и единственное, что тебе остается, ты и делаешь. А вот в Запорожской сече, глупому человеку здесь сложно. И мне, как глупому человеку, здесь сложно, потому что выборов здесь просто вагон. Все нужно учитывать, и можно сделать так много, как, ну, я не знаю, голова просто трещит. Выбор в одну сторону пойти, воевать с Западом, или воевать с Востоком, выделять вассала, кормить его провинциями, или поступать по-другому. Действовать на опережение в отношении Москвы, думать насчет Казани, переживать насчет Сербии, а как там Франция, Кастилия, что они, а мамлюки, а Персия, а, ну, вот все, кто большие, Швеция, Дания, с кем заключать союзы. И вот чем больше этого выбора, и каждый выбор, он ведет за собой новые-новые возможности, тем тяжелее человеку, который привык мыслить линейно, сориентироваться, и все это дело привести к наилучшему результату. Вот моя проблема в том, что я привык мыслить линейно, во-первых, а во-вторых, я люблю наилучший результат. И эти две такие тяжело совместимые вещи приводят к тому, что очень сильно расстраиваюсь, когда понимаешь, что мог бы сделать лучше. Ну, как сказать, очень сильно расстраиваюсь? Просто вот, знаете, как максималист себя чувствует. О, блин, может переиграть, и сразу интерес компании понижается. Но нет, я с этим борюсь, это мой недостаток, и я пытаюсь его преодолеть. Этот максимализм в сторону, как получается, так получается. И Хасакавская компания, она учит меня импровизировать. Мне она очень нравится, и советы по ней тоже. Спасибо такому замечательному человеку, как Заку Престону. Он дал много хороших советов, и в Хасакавской компании он тоже присутствует, играет там за Прованс. В общем-то, он помог мне на многие вещи посмотреть по-другому. Спасибо и вам, другие мои советники и подписчики. К примеру, Игорь Самсоненко написал в прошлой серии такое. Ты не знаешь про кнопку смены режима оккупации? Например, она на открытой вкладке под кнопкой дипломатия. Валахия была оккупирована тобой, и следовательно, у тебя такие предложения при заключении мира. А если бы ты передал оккупацию Болгарии, все было бы по-другому. Помните, была проблема, когда я думал, какие провинции отдать Болгарии? Была возможность, оказывается, всю Валахию Болгарии передать, потому что она вся была оккупирована мной. И Игорь Самсоненко показал, что есть такая кнопочка в предложении мира. И за этой кнопкой я буду, в общем-то, следить в следующий раз и смогу более выгодный мир для себя выторговать. Так, ну первое, какое решение я хочу принять? Давайте я сначала сориентируюсь, попробую с тем, какая у меня тут обстановка. Запорожская сечь, хороший большой доход с торговлей. У меня были вопросы с торговлей, но потом я посмотрел и разобрался, почему такой у меня слабый доход от торговли, и почему я ничего не могу изменить. Видите, Крым приносит даже больше, чем Киев. А ситуация с торговлей такая печальная, что несмотря на все построенные мной рынки, которые достаточно бесполезной постройкой оказались по сравнению с другими, они привели к тому, что мое торговое влияние здесь выросло. Но проблема киевского торгового узла в том, что экспорт превышает импорт. Отсюда вывозят 57% торгового влияния. Сколько сюда ни кидай товаров, торгового влияния и всего остального, все оно поедет. Поедет в Ганзу, в Москву, в Новгород, в Польшу. В общем-то, не идут в Киев инвестиции. Вывозят отсюда капиталы, воруют, торгуют в других местах. Ну, как-то вот с этим делом надо решать. И как бы ты не увеличивал торговое влияние, либо эмбарго накладывать на этих ребят, либо захватывать этих ребят. К примеру, вот захватили бы мы Московию и Новгород, и уже 21% оставался бы товаров на месте. А потом и до Ганзы бы добрались, до Гадской Ганзы. Ну, пока что упор надо делать на Крым. Он, несмотря на то, что здесь действует штраф, сбор прибыли не в своей столице, не в своем столичном торговом узле, он приносит больше доходов, чем Киев. Вот такая вот проблемка. Конечно, можем направить сюда купца, попытаться. Ну, ладно. Торговля торговли. Главное, чтобы я рынков больше не строил. Пока это не актуально. Это первый момент. Доходы меня пока устраивают. Второй момент это то, что пора бы уже повысить содержание армии на максимум, потому что... Так, заодно дипломатов отзову. Потому что, друзья, у нас астраханьские националисты и они хотят, откровенно говоря, нехорошие вещи с нами делать. Восстанут они вот в этой провинции. И, наверное, то, что показана другая провинция желтеньким, 4%, это вероятность того, что и в ней поднимется восстание. Такая вероятность есть. А генерирует у меня такую вероятность восстания? Ну, естественно, это зависит и от самой провинции, что здесь. Здесь у нас уровень автономии и национализм. Это два основных генератора. То, что я могу убрать, это ежемесячный рост усталости от войны, сверх расширения. Еще с нетерпимостью повозиться могу. Но это, так сказать, проблему не решит. А решит проблему, как вы догадались, правильно! Московия! Московия решит все твои проблемы, потому что у нее есть достаточное количество войск, и потому что у меня есть достаточно мозгов, чтобы понимать, что Московия это как раз тот случай, когда друга держите близко, а врага держите еще ближе. Это враг, которого нужно держать как можно ближе. и нужно кормить его чужими проблемами, чтобы не было ему времени для своих проблем. А своими проблемами Московия считает мои территории. Территории Новгорода и территории Казани. И если на Новгород и Казань мне плевать, то на свои территории мне далеко не плевать. Поэтому я буду кормить Московию своими повстанцами. Знаете, искусственный интеллект, вот если у вас тоже в компаниях есть такой сосед, который ваш союзник, но вы знаете, что он будет вашим врагом, и которого вы опасаетесь. Что вы делаете? Поймите простую вещь. Искусственный интеллект он никогда не нападет на вас, если у него не будет достаточно сил, если у него не будет сильных союзников, если у него будут большие проблемы. То есть не будет такого варианта, что вот есть многопровинчатая страна, у которой нет армии, но она объявила вам войну, типа, давай, иди на мою территорию, у меня нет армии, и я тебе отдаюсь. Искусственный интеллект такого не сделает. Если вам удастся повлиять на такие факторы в этой державе, как пул рекрутов, количество армии, усталость от войны, то вы можете очень долго не давать этой державе даже повода или намека на войну с вами. Грубо говоря, нам нужно тягать Московию по как можно большему количеству войн, и естественно у нас есть просто неизбывное количество повстанцев, об которой можно убивать московицкую армию, хоть в каждой такой войне, и тогда никакого риска и угрозы от Москвы не будет. У нее рекруты растут быстро, и какие могут быть проблемы. Есть куда этих рекрутов сливать, главное, чтобы было. Так, еще что. Хочу переориентироваться в отношении строительства. Дело в том, что меня сундучок геймеров спросил, а ты почему русинскую нацию не создаешь? Вроде как чуть ли не основная цель игры это превратить запорожскую сеть затем в Русь, в огромную Украину, сделать ее доминантом в этом регионе и воевать направо-налево, раздавая всем оплеухи. Но отвечаю на этот вопрос, что идеи русинской нации по-своему хороши, но не воспользоваться всеми благами запорожских идей преступно. И какие же блага запорожских идей мне нравятся? первое благо это числочков необходимых для зданий минус 10%. Второе благо это гетьманат национальные беспорядки минус 1. Третье благо это дипломатия силы, дипломатическая репутация плюс 1. И вот этими тремя благами я и хочу воспользоваться. Ну плюс конечно стоимость зданий минус 10% и скорость восстановления рекрутов плюс 10%. То есть грубо говоря я хочу пока занимаюсь сейчас строительством пока у меня на это есть деньги и время воспользоваться идеями запорожской сечи. А потом когда я основные постройки первого второго уровня первой второй категории построю во всех своих провинциях я приму русинские идеи. То есть воспользуюсь скидкой запорожья потом переменю все это дело на русинские идеи. То есть русинья будет рутения будет как меня поправили не русинья. Грубо говоря Украина для меня. Это не вопрос. Просто пока есть возможность воспользуюсь теми благами которые есть. С Болгарией кстати не все просто. Стас Пульс пишет у Болгар олигархическая республика. Это означает что каждые 4 года у них меняется не то что правитель но и династия в целом. И каждые 4 года они будут предлагать тебе брак что будет бить по твоей легитимности. Легитимность у нас и так не на самом высоком уровне значения. Поэтому может быть Болгария как вассал не самый хороший вариант. Кстати насчет вассалов. Вообще мне обо всем нужно подумать и поговорить. Я не буду в этой серии затрагивать все темы друзья уж извините. слишком долго это наверное будет. Так вот надо как можно быстрее Болгарию раскормить и начать присоединять. Вот что я хочу. И кстати Зак Престон подкинул очень важную мысль. Если вы расширяетесь не через аннексию завоеванных провинций а через присоединение вассалов то вам стоит учитывать что в первом случае вы тратите административные очки а во втором вы тратите столько же дипломатических вот возьмем к примеру Литву я ее сейчас присоединяю и на присоединение мне придется потратить 340 дипломатических очков если бы я эти все территории захватывал и аннексировал за административные очки то я потратил бы на все это дело около 700 судя по базовому налогу этой территории административных очков то есть два раза больше казалось бы экономия да еще и какие очки экономим самое важное административное но учтите формирование вассала присоединение к нему этих провинций все это на все это тратится дипломатические очки то есть выходит один на один поэтому само собой то что административные очки для меня сейчас важнее чем дипломатические это конечно же неизбывный факт почему я думаю тем кто хорошо разбирается это понятно потому что административные технологии они во-первых открывают доступ к идеям поэтому по этой ветке нужно двигаться как можно быстрее а во-вторых я сейчас просто взял как раз экономические идеи на которые трачу административные очки поэтому их экономить для меня важнее чем дипломатические которые я сейчас трачу но стоит понимать что мог бы взяв международные а не экономические идеи сэкономить на присоединении вассалов потому что здесь есть такая штучка как внедрение элит стоимость дипломатической аннекции минус 25% ну или мог бы экономить на административной аннексии тоже у какой-то идеи по-моему есть скидка по этому поводу даже посмотрю какой какой-то есть я уже не помню стоимость национализации вот она ветки административных идей которые я тоже хотел брать так что знаете чем чем дальше играю тем больше понимаю что выбор экономических идей был не самым лучшим так сказать задним числом понимаю это дело Влад Королев спрашивает а Смоленск ты собираешься аннексировать вообще со Смоленском все все наверное не так как я планировал Смоленск удивительная вообще вассал Смоленск без Смоленска у него есть претензия на сам Смоленск но для того чтобы этот Смоленск отхватить нужно воевать с Московией чего я пока делать не хочу так как Московия очень хорошо контролирует со мной я и управляю как марионеткой подавляю восстание можно конечно доиграться но как кстати обратили внимание у нас с ней еще ко всему прочему одна династия тут тоже Шуйские правят а Шуйские Шуйских не предают не обманывают так сказать поэтому пока все хорошо идет и Смоленск скорее всего придется аннексировать пока у меня есть хоть какая-то положительная дипломатическая репутация и пока идет аннексия Литвы но чтобы Смоленск аннексировать с ним надо улучшить отношения отношения будем улучшать так дипломатов я своих отозвал отовсюду в общем что мы делаем в принципе мы сейчас думаем о том какую войну в ближайшее время проведем это первое и второе мы сейчас улучшаем отношения со Смоленском и начинаем его мирное присоединение Спикфест пишет ты забыл отменить проход войск с Молдавии он занимает у меня один слот дипломатических связей но пока отменять право прохода я не спешу потому что не хочу ни с кем сейчас заключать союзы пишет строй большую армию у тебя лимит почти 50 тысяч да это я буду делать это я буду сейчас когда деньги будут появляться буду такую армию строить и 3 ты забыл про вкладку автономии ну насчет вкладки автономии мне ребята объяснили поэтому этой вкладкой буду теперь пользоваться очень ускоряет слежение за тем где можно снизить автономию повысив риск восстаний а это я полюбил в последнее время так что мы делаем сводим все наши армии наверное одно место затем постройки раз рынки не приносят желаемого эффекта то я наверное сосредоточусь на строительстве полевых лагерей полевых лагерей почему во первых у меня много военных очков во вторых как бы я и так опережаю свое время на достаточно большое количество на 70% то есть 7 лет военные очки мне не потребуются и в четвертых рекруты стоит понимать чем больше у вас пол рекрутов у меня сейчас это 74 тысячи тем быстрее и больше ежемесячно прирастает это число число рекрутов от чего это зависит зависит это от того факта что раз в 10 лет пол рекрутов должен пополняться полностью то есть если у вас максимум 74 тысячи 50 рекрутов как у меня это означает что за 10 лет такое число и прирастает если я удвою свой пол рекрутов то у меня каждый месяц будет прирост не 696 а 1200 в моей португальской компании была ситуация когда никакая война не могла лишить меня запаса рекрутов и это как бы запас прочности вашего государства если у вас есть деньги у вас есть возможности то вкладывайтесь в запас прочности государства почему бы и нет задание мы выполняем по моему присоединение Литвы сводим армию смотрим что мы можем построить полевой лагерь хорошо построим полевой лагерь и наверное это кстати будет увеличивать мой пол рекрутов и ускорять их ежемесячный прирост кстати обратил внимание я и на то что мне не стоит бояться крестьянской войны так как кроме уровня числа рекрутов меньше 25% теперь требуется чтобы и стабильность была ниже нуля если у вас есть административные очки то крестьянской войны можно будет легко избежать так армия в 24 тысячи собрана к войне мы будем готовиться два дипломата у нас свободны так что мы можем сделать с нашим смоленском чтобы начать его аннексию нам нужно повысить с ним отношения на так 22 мая нужно во первых дождаться на 190 до уровня 190 очков и сейчас мы это сделаем у них есть право прохода это зависимое государство мы могли бы им что-то подарить то есть на 22 я улучшу отношения это будет 63 73 83 85 если я к примеру отправлю им подарок ага денег у меня нет на подарок значит будем улучшать отношения пока не начинаем никакие войны пока с этими ребятами отношения не улучшили гальштейн сообщает нам что они выбрали вариант истребить еретиков и у нас кстати астраханские националисты подняли восстание их 21000 ну на это я конечно и собрал свою 25000 армию что ж поделаешь и что нам нужно чтобы выбрать объект для войны во первых нам нужно посмотреть если я вступлю в войну с кем-то чтобы в эту войну втянулась и московия без московии я пока воевать не буду московию нужно держать под контролем в эти две войны московия втянется это я так примеряюсь в эту войну втянется но извините никакой войны перемирия с нами никакой войны в эту войну московия не втянется тут надо проход войск отменить и в эту войну московия не втянется так что нечего воевать и в эту войну московия не втянется а в эту войну московия втянется но сюда втянется и многое другое кстати а что если мы сфабрикуем претензии на одну из грузинских провинций на абхазию нет вот на эту провинцию сейчас объясню почему потому что она имеет выход к этой провинции а мне нужна и черкесия я не могу сейчас на нее фабриковать претензии потому что нет доступной соседней провинции а если захвачу эту провинцию то будет доступна соседняя провинция хотя так с золотой ордой я бы конечно повоевал бы объявить бы к примеру ей войну и сюда как раз подтянутся армии московии подавят мне это восстание но помните мы улучшаем отношения с нашим вассалом поэтому пока что объявлять войну не можем что же тогда с повстанцами это делать своими силами их разбивать надо по сути тогда ускоряться так а золотая орда золотая орда сейчас не вассал нагайцев и это значит только одно ребята воюют за свою независимость с нагайцами персией и узбеками так и как эта война называется казахская война за независимость вот оно что и они эту войну проигрывают то есть если я сейчас вступлюсь в эту войну и они эту войну проиграют они опять станут вассалом нагайцев и нагайцы начнут воевать с нами а вместе с нагайцами и все их чертовы союзники узбеки и персия ребята конечно может быть и не чита нам по силе но втягиваться в такую большую войну без возможности прихлопнуть золотую орду будет достаточно сомнительной затеей так дипломатия на 25 очков это у нас будет как раз сколько у нас отношения как раз необходимые отношения значит отправляем подарок все-таки я наверное втянусь в какую-то войну чтобы мне Московия помогла разбить этих повстанцев 4 августа подождем мнение других вассалов изменится но у меня их не так уши много будет а завершится аннексия в 551 году будет стоить 70 дипломатических очков хорошо то есть у меня прирост дипломатических очков не просто остановится а уйдет в минус аннексия державы Смоленск будет стоить 6 в месяц а Литвы 5 в месяц окей я готов пойти пойти на этот нереальный риск друзья ну что в принципе мы можем объявлять войну а то ребята тут и стену разбили и скоро сарай будут захватывать а только кому военный союз зданий может Польша в какую-то войну втянется у нас нет ни одного дипломата надо ждать 5 дней казахи выплатят 30 дукат что закончили войну теперь вы сюзерен нагайцев да и толку мне теперь с такой войны войны в которую я могу втянуть Московию и которая будет иметь смысл это теперь война с Польшей но здесь придется воевать против Дании хотя это возможность разбить в лобовую армию Московии об армию Дании и ослабить ее таким путем правда это вообще не в тему в отношении направления а если я здесь объявлю войну то объявлю войну за провинцию Персии и Узбеки в эту войну не придут может быть конечно она того и стоит давайте объявим эту войну им чего мы добьемся добьемся того что армия Москвы будет подавлять наше восстание на большее я в общем-то и не рассчитываю наверное к большему и не стремлюсь можно будет подумать что можно взять с этой войны поиметь такого серьезного и хорошего деньги с ногайцев подавление московицкой армии восстаний это все мелкое пришло и может быть сделать так чтобы ну провинцию заберем получим провинцию соседствующую с Черкесией а я может быть заставим их освободить Золотую Орду а нам оно зачем ладно в общем-то повстанцы того стоят первый раз буду воевать за то чтобы Московия пришла и подавила повстанцев как-то так Алексей Волгин пишет не мог бы ты в следующей серии показать новый свет хочу узнать кто же в нем доминирует ох я на новый свет сам стараюсь не смотреть ну ладно дружище что не сделаешь как говорится кто здесь доминирует кто здесь может доминировать в этом ужасе здесь Куско Куско воюет с Пакахис с Пакахисом и что-то у Пакахиса отжимает Куско в своем регионе пока что наибольшее здесь Кичи и Шкипча не знаю кто здесь доминирует но они кажутся самыми большими здесь вообще какой-то статус-кво постоянный Апачи Пима Тлашкала Тлакопан Татанаки Калима Миштеки Наваха тоже непонятно кто доминирует ну выглядит это крайне уродливо так что позволю быстро отсюда убежать так и Саня Белый спрашивает Виктор а почему ты не ставишь армию в провинции где проводишь национализацию или перекрещиваешь ее так ведь уменьшаешь риск восстаний ну Саня я ответил в принципе что не делаю этого потому что люблю снижать содержание таких армий что делает их неспособными подавлять восстания в провинциях и влиять сильно на снижение риска восстаний чем меньше содержание тем меньше способности ребят которым ты платишь Владислав Смагин спрашивает зачем ждать скидки на технологии это же бессмысленно все равно очки наберешь за то время пока технологии будут идти на опережение на самом деле не бессмысленно вот если мы посмотрим на стоимость технологии сейчас она нам будет стоить 1049 очков и на стоимость технологии со скидкой 557 то я думаю найдется куда потратить 400 военных очков на те же постройки на те же идеи если можете получать скидку конечно если вы опережаете свое время то вы получаете бонусы если вы не догоняете вы получаете скидку вопрос в том что для вас важнее бонус или скидка в моем случае так как у меня есть штраф за то что я восточная а не западная культура и так как я ориентируюсь на вот этих монстров я хочу быть сильнее или хотя бы не отставать от них в моем случае важнее друзья скидка в своем регионе я воюю и могу наказать почти каждого а вот в этом регионе когда этот регион а тут ребята жиреют и когда если вдруг они объединятся да даже хватит объединения вот этих троих и они полезут сюда то поверьте мне скидка поможет куда больше чем бонус на этом я с вами друзья прощаюсь и войну покажу уже в следующей серии посмотрим что и как сможем сделать и как эту войну сможем вытащить удачи вам и хорошего хорошего настроения ну а также здоровья спасибо за субтитры спасибо за субтитры